Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! Предлагаю вам немножечко продлить лето. Это пляж Кавказ, лучший из пляжей города-корота Анапа. И вы сегодня увидите квартиру в ЖК Кавказ. И прогуляемся вместе с вами сюда. Если получится, даже в море скупаемся. Заряжаемся, наслаждаемся, подключаемся. Поехали! Обзор на квартиру. Давайте с вами теперь посмотрим саму квартиру. Она находится на втором этаже. Это второй корпус. Он самый близкий к проходу, который у нас есть к морю. И попадаем сразу в коридор. Здесь однушка, 51 квадратный метр. Размещение до 5 человек, ребята. Максимально удобно и классно для вашего отдыха. Я сюда зашел, прям кайфанул. Это лучшая квартира в ЖК Кавказ, которую я видел. С правой стороны имеется шкаф, ключница и ложка для обуви. Шкаф у нас с зеркалами во всю длину. Место для хранения. С левой стороны вешалки. Здесь санузел, кухня-гостиная и спальня. Заходим сначала в спальню. Обратите внимание, она очень большая. Есть двухспальная кровать, раскладывающееся кресло. Односпальная кровать. Будуарный столик, фен, стул, зеркало. Над кроватью имеется изголовье, бра. Также есть плитсистема напротив телевизор и передвижной стол. За дверью у нас стоит шкаф. В шкафу тоже много места для хранения. Также есть плечики. Места здесь предостаточно. А также имеется выход на балкон. Балкон здесь тоже очень просторный. Есть раскладывающийся кресло. Также остекление лоджи идет во всю длину. Есть гладильная доска, сушилка, пылесос, керхер. И с балкона можно попасть на кухню. Но теперь после спальни сердце самой квартиры – это кухня-гостиная. Обратите внимание, сколько здесь места. Она примерно 17 квадратных метров. То есть посередине стоит стол большой. За ним много стульев. Есть два дивана. Они раскладываются. Также телевизор, холодильник, стиральная машина, раковина, чайник, плита, кухня, духовка, вытяжка, микроволновка, сплит-система. И, как понимаете, набор всей нужной вам посуды здесь присутствует. Потому что все продумано, чтобы вам, как гостям, здесь было все предоставлено. Водичка бежит. А это самое главное, о чем всегда спрашивают. Приедут, может быть, водички нет. То, что мы расположены на втором этаже, это значит, вы не будете зависеть от лифта. Пришли, смотрите, в очередь поднялись по лестнице. Здесь вы можете увидеть, что места для того, чтобы разместиться, поиграть вашим детям будет невероятно много. А также с кухней можно выйти на балкон. Ну, либо его открыть, приоткрыть там отдых и получать себе свежий воздух. С балкона у нас вид на детскую площадку преддомовой территории. И вот он сразу проход на море. После кухни-гостиной мне осталось вам показать санузел. Здесь очень большой по сравнению со всеми другими квартирами ЖК «Кавказ», в которых я был. Есть полотенца-сушитель, унитаз, большая душевая зона. Реально большая, ребят. С правой стороны раковина, зеркало, место, куда повесить ваши полотенца. Ну, а также тазики. Все остальные сопутствующие предметы. Вообще классно. По цене. Приехать сюда вы можете в зимний период по 3 тысячи рублей. В летний период 3,5-4,5 максимальная стоимость, которая сдавалась эта квартира этим летом в сутки. Если вы вдруг решили, обращайтесь в номер телефона. Видите на экране. Также он есть в названии в описании. Друзья, вся информация напрямую с хозяевами. Позвоните, если приезжаете, хорошие условия свои, можете предложить. Обращайтесь, будут рады вам. Теперь самое главное осталось прогуляться на море и показать вам расстояние. Хозяева заявляют, что 7-10 минут идти до моря. ЖК «Кавказ» один из лучших живых комплексов, который расположен недалеко от моря и с проходом через парковую зону к нему. Сюда советую приезжать и в зимний период, и в летний период. И наслаждаться нашим отдыхом. Потому что фитонциды, сосен и морской воздух вносят в ваш отдых. Только оздоровление и хорошее настроение. Ну и отправляемся на море, дорогие друзья. Слушайте, температура 19,5, но северный ветер дает о себе знать. Это хорошо для меня, так как мы прокатимся, ребятки, вместе с вами. Потом еще в Благовеченску покатаем. Кстати, хорошая база ЖК «Кавказ» для кайтеров. То есть можно на Черном море катать, там катать. Ух, хотя смотрите, во-первых, кого выберем. Пивет. И еще кого? Пивет. Здесь в ЖК «Кавказ» есть спортивная площадка, где можно поиграть в футбол. Также где позаниматься спортом на свежем воздухе. Ну, просто посидеть, отдохнуть. И между всеми домами имеются детские площадки. Также есть своя парковочка. Вот этот корпус, о котором мы с вами говорим, и где мы находились. И от него мы отправляемся сейчас на пляжик, дорогие друзья. Здесь есть точка фрукты, овощи продаются. Кубанские продукты. И можно для нас чопачоем. Суники, то есть фрукты есть, все помидорки 65. Фрукты, овощи здесь есть, в доступе, вам никуда идти не надо. Также есть магазин и столовая. Вдруг, если вы не захотите готовить, даже на собственной кухне. То есть далеко ходить не надо. Также имеется море «Спай и бьюти фитнес-центр», в котором можно прийти позаниматься. Если не ошибаюсь, он даже со своим бассейном. Столовая на втором этаже и магазин. В нем все есть. Также экскурсии, курортные товары, аптека. То есть все прям рядышком с вашим комплексом. В летнее время здесь у них работает свой аквапарк. Тут по полдня его можно прийти и посещать. Сейчас уже нет. Но летом, да. Вот он, вход в аквапарк «Кавказ». А здесь также еще есть кофейня «Прованс». Кофе пробовал, вкусный. Это хорошо. О, люди с моря идут. Как там море? Скажите, холодно, нет? Вода тепленькая. О, это самое главное. Спасибо. Есть шанс искупаться в море. А кто-то не взял купальник. По всему проходу к морю имеются мусорки. Это большой плюс. И благодарим за это ЖК «Кавказ». И мы добрались до сосен. Попадем сейчас в одно из лучших мест Пионерского проспекта. Почему я считаю это лучшим местом Пионерского проспекта? Потому что здесь рядышком море и есть как морской воздух, так и сосновые фитонциды, которым здесь все переполнено. И тенечек, собственно, что дает очень хорошее настроение для прогулок, оздоровления. Вот, местоположение, друзья. В ту сторону у нас Витязева, в ту сторону Анапа, Джимоте. То есть, если вы хотите на параллель, вот, остановочка, садитесь, уехали. Спокойно, без напряжения туда-обратно. Прокатились, отдохнули, вернулись в сторону Анапы. Перейдем через дорогу, покажу вам другую. Остановка чистенькая, красивенькая, что может быть лучше. С левой стороны здесь, перед переходным-переходным, находится кафе «Ла Манго», туда-дача кафе «Хуторочек». Здесь очень красивое озеленение сделали. Ну и вот этот вот арочный комплекс показывает нам, что нам туда идти на пляж. Вот с левой стороны как раз-таки находится остановка, на которой можно уехать в Джимоте и Анапу. За ней находится аптека, столовая. Там тоже еще небольшой рыночек. На пешеходном переходе будьте внимательны и аккуратны. Смотрите по сторонам, потому что водители иногда на солнце перегреваются. И, как говорится, лучше пропустить и уступить, чем потом жалеть. Ну и, собственно, стометровочка до морюшка. Все очень близко, друзья. Поэтому советую для отдыха эти места. Посмотрите, какая красота справа, слева. Все великолепно. Киса у нас уже хочет пойти погулять. Да? Тоже зелень, парковая зона, как я и говорил. И машины здесь только в определенный промежуток времени ездят на подвоз товара. В остальное время здесь только люди. Они даже, видите, не идут по этому тротуару. Двигаются непосредственно по дороге. Зелена, шум листиков. Здесь мы уже не чувствуем ветер. Все находится под видеонаблюдением. То есть можно чувствовать себя вполне безопасно. В ночное время здесь работает подсветка. На отдыхе очень много людей. И это очень радует. Чем ближе к морю, тем выше температура становится. Уже 21,4 показывает. Я вчера назвал это зимой. Мне сказали, да вы что, у вас жара. Ну ок. Наша анапская жара. Вы не чувствовали 38? В то же 40 было в этом сезоне. Вот там была жара. А так у нас обычно такая температура в зимнее время года. Так что приезжайте на отдых и почувствуйте нашу зиму. Померзнете вместе с нами. Здесь имеется душ-туалет. То есть можно воспользоваться за отдельную плату. Работа с 9 до 8. Режим у него. И перед пляжем, я смотрю, здесь появились скамеечки. Это невероятно. Еще осталось здесь для сервиса полного появления ногомоек. И тогда наверняка лучший проход будет Кавказ. Люди приезжают сюда. Кто-то на велосипедах, паркуют к заборам. И уже полностью двигаются к пляжу. Да-да, здесь именно настил, чтобы вам было удобно передвигаться. Дошли до настилов. Здесь у нас немножко торгуют подделками. Настил очень удобный. Нормально можно и на колясочке проехать. С левой стороны товары короткого ассортимента и косички. Мы первый взгляд пускаем на море. Здесь я вам могу посоветовать прогуляться по дюнам. Вот он, пёсель сидит. И посмотреть на них на море. Будет очень красиво. В зимний период времени я всегда хожу туда. Поглядеть и поделиться с вами этим видом. Смотрите, какое голубое красивое море впереди. Великолепно просто. Детство, детство, ты куда постой? Ну, я решил, что вас тоже надо туда поднять и всё вам показать. Поднимаемся и наблюдаем. В море не так уж много людей. На пляже тоже. Лучшее время играть в волейбол. Вот она красота наших пляжей. Вот там самое красивое место. Пойдёмте туда. Те, кто знают, вот ток в дюнах. Видите, ребята здесь прятались от ветра. И получают максимум эмоций. Радует, что чистенько. Мусора какого-то большого не вижу. Спасибо всем тем, кто берёг наши дюны в этом сезоне. Там тоже от ветра спрятались и отдыхают. Где-то качает музычка. Это пляж Волна, скорее всего. Ну, здравствуй. Море и лучшие виды. Кто-то даже плед здесь оставил. Класс. Как вам? Такая красота. Пляжики мы с вами посмотрели. Теперь спускаемся вниз к морюшку. Будем считать, что мы отсюда прошли. Это был такой бонус приятный для вас. Здесь на разные пляжи расходятся дорожки. Можно ещё отметить, что постепенно убирают торговые павильоны. Здесь морёчки, в которых продавали всякие вкусняшки. Ну, а тут ещё продолжают работать. У нас с левой стороны у нас гримпак. За ним хуторок пляжи находятся. Как видите, загоны бесят когда-то. Ну, это центральный пляжик. Официальный. И мы попадаем сразу на территорию, где лежаки. И здесь был массаж, если не ошибаюсь. Как жалко, конечно, когда заканчивается сезон. Лежаки здесь по 300 рублей на день можно было снять. Ну, картинка классная. Может быть, ещё к нам лето вернётся, спрашивают. У меня сейчас подписчики в комментариях 100%. Ребята, всё будет ещё хорошо. С температурами, с погодами. Потому что сегодня самый холодный день. И то вот на солнце 24,3. Интересно, конечно, какая температура моря. Сейчас точно узнаем и поймём, стоит ли вообще купаться сегодня. Море, конечно, чистейшее. Это было видно уже сверху. Снизу это ещё красивее. Здравствуй, морюшка. И наша красота. Смотрите, какой пёс прибежал. Купаться любит. А вода-то тёплая. Воздух 24,3. Сейчас замерим пока температуру водички. Да, если воду зашёл, то там будет прям хорошо. Какой вид на пляж Кавказ с воды. О, фантастика. Кот катается на голове, всё. Шанс. Рыбки. Люди. Идиллия. 22,7. 22,6. Ну ладно, чуть пока опускается. Подождём. Дорогие друзья, призываю, приезжайте. Если есть возможность, отдыхайте. Наслаждайтесь нашим морем, прогулками. Несмотря на то, что зима, лето. Я сейчас видел, какая-то рыба прыгала. Прям удивился. Несмотря на то, что зима, лето, осень, весна. У нас всегда хорошо и классно. Если есть возможность, желание подощать, оздоровиться. Ждём вас на наших курортах. Один из вариантов сегодня я вам показал. Квартира в ЖК «Кавказ». Посуточная, в любое время года. Приезжайте. Мы вас будем очень рады видеть. Температура водички сегодня 22,7. Она плавает. 22,6-22,7. То есть вполне себе ещё. Купайся. Не хочу. Но я хочу. Пойду сейчас на Буговещенскую. Там проходят по кайтингу соревнованиям. И как раз-таки искупаюсь. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш телеграм. Будете постоянно с нами рядом вместе. Там видео выходит чаще, чем здесь. И вам это больше понравится. Думал, дельфин. Ну, дельфинья погода, на самом деле, когда с севера дует. Они часто здесь приходятся. Дельфинь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...